В этот день 1930 года родился видный учёный, публицист, писатель и профессор Абильфаис Идрисов. Его карьера началась в середине прошлого века, а количество благодарных учеников и сейчас пополняет ряды современных журналистов. Один из опытнейших педагогов Казахского национального университета имени Аль-Фараби. За свою творческую жизнь написал около 800 публицистических статей, очерков, учебных и методических пособий по таким дисциплинам, как «История казахской журналистики», «Очерк как жанр журналистики» и многие другие. Абильфаис Идрисов известен также как автор знаменитого романа «Тан Шолпан» — лирических и документальных повестей. Именно в этот день 1886 года в американском городе Оберлин Чарльз Мартин Холл, американский инженер-химик, открывает способ выделения алюминия с помощью процесса электролиза и получает первые слитки. Чарльз еще со студенческих времен занимался исследованием свойств алюминия и способов его получения в промышленных масштабах. В 1888 году ему удалось наладить сотрудничество с рудообогатительной компанией Питтсбурга. Впоследствии на ее основе была создана компания «Алюминиум Компани Оф Америка». В 1911 году Холл был награжден медалью Перкина за достижения в области прикладной химии. В этот день 1893 года немецкий изобретатель, талантливый инженер-практик Рудольф Дизель получает патент на экономический термический двигатель за номером 67207. Изобретение получило его имя. Рудольф Дизель появился на свет в Париже 18 марта 1858 года. Еще в молодости он был одержим идеей воплотить в жизнь теоретическую идею Сади Карно об идеальной тепловой машине и положил массу времени и сил на то, чтобы создать двигатель с идеальным КПД. Это ему в конце концов удается. Именно в этот день 1826 года известный русский математик Николай Иванович Лобачевский представил доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В своем докладе он изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления. В воображаемой геометрии высказанная теория сходимости параллельных прямых не произвела на присутствующих должного впечатления. Открытие Лобачевского осталось непринятым российскими учеными. На самом деле в этот день было положено начало неевклидовой геометрии. Открытие Николая Ивановича Лобачевского стало известно математикам мира только в 1840 году. Лучшие умы мира высоко оценили открытие и исследование Лобачевского. Редактор субтитров А.Семкин